Семинар был интересен как эстонской, так и гагаузской стороне. Было много сказано о том опыте, который прошла Эстония за период создания стратегии интеграции национальных меньшинств. Но мы вышли за эти рамки и было обсуждено много вопросов, которые интересны просто с точки зрения развития культуры, традиций, представителей национальных меньшинств, а также интересны просто по вопросам развития экономики, политической системы и жизни в Эстонии в целом. Как страны, которая в 2004 году стала равноправным членом Европейского Союза. Какие плюсы, какие минусы? Насколько выигрывает страна от того, что она становится членом Европейского Союза? Здесь нет универсальных рецептов. У кого-то получается ситуация, где страдают миноритарные этносы, где разваливается экономика, кто-то двигается вперед. И, наверное, это связано с тем, насколько само государство и само правительство проводят политику развития своей страны. И в этом мы сегодня убедились на примере Эстонии, которая очень четко знает, чего она хочет, и где некоррумпированное общество, где фонды, которые получаются из Европейского Союза, не уходят в песок, они не растворяются. Они налицо, и где мы можем сказать, что сформировано гражданское сообщество в стране. Вот с этой точки зрения, конечно, нам есть чему учиться. Может быть, мы более южные, может быть, мы более темпераментные, может быть, они более северные и целенаправленные, но, тем не менее, сегодняшняя информация, она очень полезна и очень интересна. Могу заверить, что та информация, которая шла со стороны представителей неправительственных организаций, а также в основном информационном блоке, который дал господин Пашалы, это вызвало тоже большой интерес наших гостей из Эстонии, потому что есть и у них своя специфика. У них есть регион Идувырума, с которым Камрад подписал соглашение о сотрудничестве, региональном сотрудничестве. Это регион, где 78% это представители национальных меньшинств, это 97, прошу прощения, представители национальных меньшинств, с которых 78% это русские, то есть в основном это русскоязычное население, и, соответственно, есть очень много общего в плане Гагаузии и Идувырума. И поэтому информация, полученная от гагаузских партнеров, она тоже очень привлекательна. Что могу сказать? Всегда легче говорить о том, что было, хочется всегда говорить о том, что будет. И я очень надеюсь на то, что эти шаги, первые шаги, которые сделаны в региональном сотрудничестве между Камратом и Идувырума, за ней последуют следующие. Мы будем двигаться вперед, мы будем учиться друг у друга, и мы будем способствовать развитию экономики наших регионов. Если говорить про интеграцию меньшинства Эстонии, что Эстония занимается всей тематикой уже более 15 лет. И действительно, мы очень много обсуждали, мы писали три стратегии про интеграцию Эстонии. И сейчас пройдет уже третья программа про интеграцию до 2020 года. И у нас действительно опыт по этой сфере, который мы можем делить с другими странами. Конечно, всегда можно говорить, что все не идет так, как мы хотим. Но мы постараемся заниматься с людьми, изучать государственный язык, дать бесплатные курсы по гражданству, сделать совместные проекты между разными народами и поддерживать мультикультурные государства в Эстонии.